Лекция наша сегодня будет посвящена, как, собственно, уже это было сказано много раз, доказательной медицине. Это относительно новое понятие, оно возникло где-то буквально в конце 80-х, начале 90-х, первые исследования медицинские, где, собственно, посвящала вот эта формулировка, evidence-based medicine, это 1990 год. С тех пор она набирает обороты, все больше и больше специалистов, врачей, ученых работают в этом направлении по многим причинам, о которых я в том числе и сегодня скажу. Собственно, что такое доказательная медицина? Ну, определения точного, ну, прямо формального, официального до сих пор нет. Самое тривиальное – это медицина, основанная на доказательствах. Но тут сразу всплывает следующий вопрос. Что такое доказательство в отношении к медицине? Если, допустим, речь идет о физике, мы можем провести эксперимент и выяснить, что там кое-что падает с ускорением 9,8 метра по сутку. Вот, пожалуйста, хоть сто раз повторить, хоть 200, хоть миллион, ну, это будет так. А в медицине, вот, допустим, приходит ко мне фар представитель и говорит, вот, мы разработали новый препарат, он офигенно помогает при, там, допустим, простуде, вот, мы там проводили исследования, покупайте наши основы. Классный препарат, зубы. Доказательство это или нет? Внезапно, да, доказательство. Это его мнение. Оно уже более-менее трепетное, но это его мнение. Другой пример. Вот идет, допустим, некий конгресс, там человек, лекарство проходит в Москве раз в год. Выступает некий профессор и говорит, вот, я лечу этим препаратом, артериальную дипертензию буду уже 20 лет, он меня никогда не подводил, у всех пациентов, которые у меня у нас начали, уходили, и никто не возвращался, не жаловался. Может, поступали. Доказательство? Да, доказательство. Но, и в том и в другом случае, похоже, идет на некое мнение одного авторитета. Вот вам, пожалуйста, еще один пример. Вот, кто-то пишет, кандидат, скручивается в тракцию. И защищает и говорит, вот, мы взяли 28 человек, поделили пополам, одну половину назначили препарат А, а другой не назначили. И вот, смотрите, вот у нас в случае с А уровень давления вот такой вот, а в случае с Б уровень давления, ого, вот такой вот. Значит, что мы делаем, вывод, препарат работает. Доказательство это? Ну, в принципе, да. И уже уровнем выше, чем личное мнение какого-то одного специалиста. Но, во всех этих случаях, как раз таки, вот я перехожусь на понятие доказательной медицины. Доказательная медицина не опирается на такие вещи в качестве критерия эффективности или неэффективности и прочих вопросов, на которые она должна отвечать. Здесь я чуть-чуть откачусь назад и скажу вообще, почему вообще в принципе появилась доказательная медицина, откуда вообще возникло это понятие. Дело в том, что сама структура медицины в целом за последние 50 лет изменилась кардинально. Это абсолютно другое, не то, что было, допустим, хотя бы в середине 20 века. Я уже не беру более ранние периоды. Как она конкретно изменилась? Ну, во-первых, поменялась структура заболеваемости. Если в конце 19-го, в начале 19-го, 20-го века, где-то даже в середине, больше всего жизни в мире уносили инфекционные заболевания, вспомните хотя бы, допустим, анкедемию спанки, просто пример, который сразу в Google приходит, то после того, как товарищ Флеменко заболел антибиотики, заболеваемость, как следствие смертности из-за инфекционных заболеваний, стала немного снижаться, и сейчас они уже не держат солидирующее место и даже не пытаются бороться за первое место. На первое место по заболеваемости и смертности вышли заболевания неинфекционные. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые стоят сейчас на первом месте. Это, допустим, заболевания центральной нервной системы или периперической нервной системы. Это, допустим, могут быть различного рода аутоиммунные заболевания. Ну, я просто для примера, потому что они даже не в десятки лидеров. Тем не менее, структура заболеваемости изменилась, а подходы к лечению – раз. Второе. Если говорить про лекарственные препараты, их количество в какой-то момент начала увеличиваться просто взрывными темпами, экспоненциально. И в какой-то момент это привело к ситуации, когда, вот возьму, допустим, справочный приезд и лекарственных средств, это вот такой вот тонн, вот такой вот тонн, вот таких вот размеров, где перечислены, ну, чтобы не соврать, ну, наверное, тысяч, может быть, 10-15 препаратов. Нормальный человек, нормальный врач, обычный, вот доктор практикующий, вот он хочет, допустим, что-то почитать по лечению определенного заболевания. Вот он открывает этот, допустим, справочник, что там сейчас у нас есть, допустим, по лечению остынокомедии, а там вот 225 препаратов. Как, что, где, какой, наугад брать или что, у коллег спрашивать, интересоваться, кто, я такую, а тут вы сняли, этот такой использует, помогает, этот такой использует, помогает. Куда, на что операция? В-третьих, как следствие первого-второго, за вот эти вот 50-летние концептуально поменялись стратегии диагностики и лечения. И доказательная медицина – это как раз-таки логическое следствие вот этих вот всех процессов, проистекавших в медицине за последние полвека, которые и привели к тому, что мы имеем сейчас. Собственно, зачем она вообще нужна, доказательная медицина? У любого практикующего врача всегда есть список вопросов, на которые он хочет получить ясные, конкретные, точные ответы, чтобы так настраивать свою стратегию и тактику лечения, чтобы в итоге помочь своему пациенту. Вопросы эти вот все очень простые. Вот некоторые я уже назвал. Чем этот препарат лучше этого? А где какие побочные эффекты? А в каком случае они более выражены? А вот, допустим, у нас есть два препарата. Один из них дает немедленный, хорошо выраженный керапевтический эффект, а другой препарат такого эффекта не дает. Но этот препарат снижает смирность в отдаленной перспективе. Или же, например, туда же, в ту же область, человек, принимая определенный препарат, он может себя хорошо чувствовать. Это, скажем так, некий краткосрочный эффект. А вот как он этот препарат показывает в некой длиннострочной перспективе по сравнению с неким лекарственным конкурентом? А какие комбинации лекарственных средств мы можем использовать? А как этот препарат работает с этим? А это с этим? А можно ли их назначать? Или же, допустим, вот мы назначили лекарственное средство, оно не работает. На что нам его заменять? Какими мы должны пользоваться критериями? То есть, это сродни построению некого алгоритма. У человека, который действительно ориентируется по современному меркам, как я сейчас говорю, про детеродоказательные медицины, у них нет, не должно быть в идеале, вот это нет каши в голове, у них всегда есть четкая структура, и они всегда четко понимают, что им нужно и как им этот эффект получить, что для этого используется. Доказательная медицина... Пусть пока повисит. Доказательная медицина стоит на трех опорах, трех стулбах. Первый, это... Давайте, наверное, все-таки подробно расскажу. На данный момент суть доказательной медицины состоит в чем? Берется некий препарат, и этот препарат, с ним проводятся клинические исследования, клинические испытания. По строгим правилам, про них я сейчас расскажу, со строгими критериями, с последующей обработкой результатов, используя статистический матапарат, в итоге получившиеся данные выносится на всеобщее обсуждение. То есть эти исследования всегда открыты, к ним всегда можно получить доступ, и тут всегда можно посмотреть, какое исследование посвящено этому препарату, были ли они вообще, этому, этому, этому. В случае вот таких вот исследований, мы очень часто получаем очень интересные результаты. Это вот как раз-таки те самые бухланы цены, которые мы, вот, в этот период пользовался, и пользуется кто-то по традиции, кто-то посоветовали, а потом проводятся такого вот исследования, выясняется, что этот препарат абсолютно не имеет никакого клинического эффекта. То есть нет разницы в его действии между группой на слое и контроле. Поэтому, доказательная медицина, как она устроена, вот эти вот самые исследования. Три столба. Это первое, это рандомизация и скрининг. Второе, это слепой плацебо-контроль. И третье, это достаточная величина выворки. Рандомизация и скрининг. Вот, допустим, мы хотим провести исследование на тему того, как работает препарат А. Что мы для этого делаем? Для начала проводится скрининг. В исследовании не могут участвовать все подряд. Мы не можем набрать улицу просто там тысячу человек или две и провести их всех через это исследование. Есть очень строгие критерии включения и исключения из исследования. Критерии включения – это определенные пункты, которым должен конкретно пациент соответствовать для того, чтобы быть включенным в это исследование. Ну, например, это наличие заболевания, собственно, от которого мы человека лечим. То есть, если мы проводим исследование по снижению авториального давления, то в эту группу стоять человек, у которого этого самого давления нет, ну, по-мечей мере, абсурдно. И критерии исключения. То есть, допустим, они могут быть совершенно разные, в каждом исследовании они, естественно, варьируются. Но общий смысл в том, что если человек по какому-то пункту нам не подходит, мы его туда не включаем. Допустим, мы исследуем некий ноутробный препарат, и мы исследуем его только на людях, у которых не было черепно-мозговой травмы. Потому что перенесенная черепно-мозговая травма – это совершенно другое развитие клиники. И, опять же, наш результат сомнений у тех двух человек водного травма была, а другого нет, он не будет корректным. А после скрининга, когда мы уже получили более-менее одну группу, проводится процедура рандомизации. То есть, мы имеем две группы, это я уже говорю сейчас про плацебо-контролируемое исследование. Следующий пункт – две группы. В одной группе люди у нас получают некий препарат, который мы исследуем, в другой группе – не получают. И эти группы, внутри уже проведенного нами скрининга, они должны быть абсолютно случайно выбраны. То есть, человек заранее не знает, в каком группе попадет в контрольную или в экспериментальную, и врач, который его ведет, не знает. А иногда не знает даже тот человек, который проводит исследование. Это номер раз. То есть, фактически, кроме, добавлю еще чуть-чуть, кроме того, о чем я сейчас говорил про рандомизацию, эта процедура, чем еще справедливо, она обеспечивает всем равные шансы на получение препарата. То есть, мы не можем сказать, так, давай, мы тебя включим в контрольную группу, а ты у нас побудешь экспериментальной. Все равны. Второе. Мы про минимизируем различия между группами исследования разными, это я уже сказал. И в том числе создаются корректные условия для последующей обработки данных с помощью аппарата статистики медицинской. Слепой контроль. Так, что такое плацебо? Все знают, нет? Плацебо – это пустышка. Это препарат, ну, в кавычках, который делает вид, что он работает. На самом деле он не работает, но пациент, в общем-то, уверен, что он работает, и поэтому он работает. Дого по-другому не сказать. 10-15% в среднем плацебо-эффекта – это 10-15% от группы. Так вот, в чем, собственно, состоит этот самый слепой контроль? В том, что вот эти две группы, основная и контрольная, участники испытания, участники исследования, они не знают, какой препарат они получают. Они получают настоящий препарат, проходящий исследование, или пустышку. Этим исключается объективность. Этим исключается вот этот самый плацебо-эффект. Но, ведь, если, допустим, врач знает, что вот это вот, настоящий препарат, это пустышка, он тоже субъективен. И мы, опять же, получаем размазывание результатов исследования. Поэтому настоящий плацебо-контроль слепой должен быть двойной, минимум двойной, когда ни пациент, ни врач, не знает, какой препарат принимается в данном случае у этого человека. Или, как я уже сказал, тройной. То есть, это когда участники исследования, я имею в виду, те, кто его ведет в монитору и так далее, там, села структура, они их тоже не знают, какой-то препарат. То есть, это было решено в самом начале. В самом начале все разделено на определенные партии. Они зашифрованы. Соответственно, наши результаты зашифровки сложных конверт, конверт спрятан в сейф, и он там лежит до качания исследования. Исследование закончилось, получили результаты, сравнили, все, машина, компьютеры все посчитали. Говорят, препарат А, там уровень, допустим, там, глюкозы в крови, средний такой-то, препарат Б-рунглюкозы в крови, средний такой-то. И только после этого мы открываем в сейф, достаем конверт, открываем и смотрим. Плацово А, это А или Б. Действующие глюкозы, это А или Б. Вот так проводятся настоящие анализированные, контрольные исследования РК и их называются прощенные. Следующий пункт, про который обязательно надо рассказать, это достаточная величина выборки. Очень забавно смотреть на кандидатские, даже тот же диссертации, где проводятся исследования каких-то препаратов, может быть, каких-то методов терапии или методов лироностики, а выборка там 10 человек, 20 человек, 30. То есть кандидатская диссертация, это 25-30 человек до полдинника. Доктор скажет, уже 100. Извините, у меня 100 человек, это не выборка. Это просто слишком много индивидуальных различий у разных людей. Мы не получим корректных результатов или исследования неадекватные. Поэтому тысячи пациентов, минимум лучше десятки тысяч раз, исследования проводятся одновременно в сотнях центров, распределенных по всем континентам мира. Данные стекаются и обрабатываются в одном месте, но за счет того, что у нас есть такая вот распределенность и такое количество людей, мы опять же приходим к некой однородности, о которой мы уже говорили, которая очень важна. Причем при всем этом один центр ведет всегда не более 10-20 больных, потому что если вдруг выяснится, что этот центр работает плохо по каким-то причинам, допустим, они попасовывают результаты, они там, допустим, неправильно провели процедуру включения-сключения, вот этого самого, скриннинга, эти результаты, их процент, ложно, результатов в общем объеме будет настолько низок, что не окажет заметного влияния на итоговый результат. Раз. И два. Мы всегда в ходе обработки результатов можем выяснить, что конкретно вот этот центр работает плохо, потому что мы получаем, вот у нас идут потоком результатов, результаты, и мы увидим, что по результатам у нас получается препарат А действует, препарат Б не действует. Потоком там 10, 100, 200 центров, и тут раз всплывает центр, где действенность препаратов А и Б то есть сразу добивается, мы начинаем разбираться. А, а в чем проблема? В том, что они плохо работают, или еще в чем-то? То есть эти случаи всегда разбираются уже на исследовании. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, если мы видим такой вот выпадающий кусочек результатов из общего процесса, это означает, что конкретный центр плохо работает. Это значит, что он неправильно проводит процедуры, или же еще какая-то ошибка. Но эта ошибка не станет системой, она не повлияет на конечные результаты. Так. Отлично. Я как раз половину примера вам сказал. Вот все можете увидеть на кадре справа то, о чем я говорил, о том, что доказательная медицина – это улогика врачевания. Когда мы лечим пациента, опираясь не на какую-то кашель из мнений, каких-то исследований, непонятно кем, когда проведенных, тут выясняется, что сам пациент говорит, что вот я всегда этот препарат принимал, и всегда от него хорошо было, вы мне рассказываете, что он не действует, и так далее, и так далее, и так далее. Доказательная медицина избавляет нас от этого бардака в голове. За это ей огромное спасибо. Вот представьте себе, допустим, я не знаю, если даже есть программисты, представляете себе программиста, который пишет программу, ну, я не знаю, там, я даже не могу просто примера привести такого, что, языки программирования не позволяют таких вещей, у вас просто каша, ну, эта каша не будет работать по определению. А медицина так существовала, вот буквально, вот до последнего времени, и до сих пор существует, в том числе у нас в стране. Посмотреть, попробуйте, допустим, подойти к какому-нибудь профессору, который там еще с Машковским в свое время там все. за руку здоровался, и сказать ему, что его приводит этот препарат, он не работает, согласно вот последнему исследованию проведенному. В лучшем случае просто они будут разговаривать, в худшем там еще что-нибудь плохое, скажем. То есть, как всегда, везде есть новое, есть старое. И есть адепты нового, есть адепты старого. То есть консерваторы, у них есть своя функция важная, они, постоянно приводя какие-то контр-доводы, контр-аргументы, они способствуют, опять же, развитию доказательной медицины и возникновению новых идей. И за это им большое спасибо. Плохо то, когда человек все-таки, врач, тем более, плохо, когда это авторитетный врач, который лечит пациентов, опираясь вот исключительно на вот эти вот субъективные факторы, и не обращая никакого внимания на объективную реальность, в виде результата вот этих вот исследований. Вот вам, пожалуйста, простой пример. Препарат дикоксин для лечения сердечной недостаточности. Всю жизнь им лечили сердечную недостаточность. То есть это препарат алкалоид на бестянке. Он действительно отлично помогает, он действительно увеличивает фракцию выброса, сократительную способность сердца. Выходят отеки, человек начинает чувствовать себя лучше. Но вот провели исследование, большое, рандомное, со всеми правилами, и выяснилось, что смертность в группе пациентов, принимающих дикоксин, в разы выше, чем в группе, в которых мы принимаем. Незапно. Так, испяните меня. Давайте мы определимся. Все-таки мы хотим, чтобы человек, ему было чуть-чуть получше здесь и сейчас, а потом у нас через год умрет. Или мы все-таки будем пользоваться другими препаратами, которые, может быть, не столь эффективно убирают отеки, не столь эффективно повышают фракцию выброса, но зато они увеличивают продолжение жизни. Здесь я плавно перехожу к следующему фактору, вот к следующему моменту. Критерии доказательной медицины, так называемые контрольные точки. Эти критерии можно поделить на два, на две группы. Это так называемые твердые и мягкие. Но и в том и в другом случае это не некое субъективное мнение, когда человек к тебе приходит, там, я несколько раз в течение против лечения, ты пишешь, что это болезнь и пациенту стало лучше. Ну, хорошо тебе кажется, что он стало лучше. Он тебе сам уже говорит, что ему стало лучше. Что дальше? Это не показатель. Факт, критерии должны быть четкими. Это должно быть что-то, что можно записать, что можно куда-то внести в таблицу, использовать в статистике и так далее. Это такие факторы, как уровень эртериального давления, частота сердцебиения, допустим, там фракция выброса, или, допустим, там объем форсированного выдоха, то, что в пульмонологии используются для преследования. То есть, вот уровень холестерина в крови. Понятно. Но при всем при этом, это мягкие точки. Это, они не являются окончательными, они их твердые еще окончательными называют. Почему? Потому что человек мог глотаться кофе перед тем, как прийти к вам на очередной мониторинг, и у него давление будет, естественно, выше на 10-20 км фруктного столба, нежели вон это кофе не выпил. Вот, пожалуйста, уже небольшое отклонение. Поэтому твердые точки – это частота конкретного осложнения, которое возникает при конкретном заболевании. Это вот твердые точки. И исследования вот этого самого РКИ в конечном итоге они всегда в выводах содержат именно вот эти вот самые твердые точки. То есть мы опираемся, прежде всего, на такие вот объективные вещи. И как следствием... Артем, скажи, пожалуйста, у меня 30 минут, а потом еще 10 на вопросы-ответы? Или всего 30? Еще здесь будет вопрос-ответы. Отлично, хорошо. Вот здесь, на этой таблице, собственно, описан путь жизни любого лекарственного препарата. То, как это должно быть. То есть, первое – это исследование ин-виду, в родительке так называемое. То есть, некий химик, проводя определенные эксперименты, выясняет, что вот некая молекула, вот такая вот, она, похоже, обладает свойством там, допустим, ингибировать геодезию превращающих в момент, например. О, ну так, это уже интересно, это перспективно. А давайте-ка мы это запустим в работу. Окей, запускают. Значит, синтезируют этот препарат и начинают опыты, прежде всего, на животных. Смотрят, как он работает, снимают показатели, получают в итоге какие-то результаты. Это результаты могут быть перспективными, обладеживающими, и тогда все идет дальше. Ну, или уже выясняется, что это не работает, что химики ошиблись. Ну, или не ошиблись, но не работает это полетло. Ну, не судьба, значит. Будем что-то следующее сфитрировать. Если опыты на животных показали какие-то результаты, то этот препарат, не совсем корректная таблица, на словах рассказывать, этот препарат проходит дальше испытания на доборосах, прежде всего на здоровых. То есть мы испытываем, прежде всего, его эффект на людях, которые говорят, нет заболевания на кровоощрительное лекарство. Это нормально. Потому что нельзя представлять, если препарат сажать давление, то, соответственно, его нельзя принимать людям, у которых нормальное давление. Эффекты он-то будет оказывать не те же, он будет действовать на ЭПИ, те же ферменты, ингибировать какие-то каскады реакций, или там еще что-то. Мы будем видеть результаты, если они будут, естественно. Если эти результаты есть, то проводятся так называемые испытания, которые уже перед выпуском препаратов на рынок, предклинические, когда это испытывается на добровольцах, но уже на добровольцах, у которых есть это заболевание. Опять же исследуют, смотрят, сравнивают, есть эффекты, нет эффекта. Побычные эффекты есть, нет. Если есть, то какие. Вот то, что вы открываете инструкцию, вы читаете, там, побычные эффекты, там, редко, очень редко, то есть, и по-тридесятой. Это ведь все было как раз-таки в тот период, когда препарат удавался, все это посчитано. Дальше препарат поступает в продажу, и его начинают использовать конкретные врачи по всему делу. Ну, или не по всему миру, где-то, допустим, на том континенте, неважно. Но на этом все не заканчивается, только начинается. Дальше в дело вступают. Адепты доказательной медицины. Для начала собирается следующее по уровню доказательств, это вот некая описанная сущность, вот, допустим, статья в медицинском журнале, конкретного, вот, допустим, врача. Говорит, вот, у меня был такой-то, такой-то пациент, у него было такое-то заболевание, а нам, на 150-е, я назначил этот препарат, все было хорошо, а вот через неделю там у него развилось, там, что-то, от расслабления, от кровотечения, он умер. Это еще не доказательство того, что это побычный эффект, что виновата лекарства, на этом думаем, ага, это надо проверить. Начинаем искать подобные скучни по всему миру. Находим там еще один, еще один, еще один, еще один, еще. Набираем, ну, скажем, там, что-то 20. Дальше мы принимаем решение. Запускаем мы рандомное контрольное контролируемое исследование или не запускаем. Сразу скажу, я, может, сразу надо было об этом сказать, кто сейчас этим занимается. Вот эти вот исследования, про которые я говорю, войны, и травни, и слепые, плацебо-контролируемые, это очень, очень, очень дорого. Сам выпуск препарата на рынок от момента создания перспективной молекулы и до момента поступления его в аптеку, это миллиарды долларов. Миллиарды. И фирма, которая потратилась на это и выбросила этот препарат на рынок, она крыло на заинтересованы в том, чтобы эти деньги отбить назад. Тот самый фармбизнес, про который обожают говорить, ты мне обладает. Устарщать всех этих. Да. Но здесь мы идем к следующему. Если бы выясняется, что... Есть. Хорошо. Если есть некая вероятность того, что этот препарат вызывает вот такое осложнение, критически опасное, эта фирма первая же запустит рандомно контролируемое исследование, плацебо-контролируемое скиппоя. Почему? Потому что она... И нужно доказать, что этот препарат не вызывает этого эффекта, что это случай не связан с этим препаратом, связан с чем-то другим. Она проплачивает такое исследование. Набираются центры по всему миру, запускается это исследование, про то, о чем все я говорил. Получаются результаты. Я вам напоминаю, что результаты открыты фирма не может взять и посмотреть там в тихую. Ага, все-таки он вызывает этот эффект, а он никому не скажет. Нет. Если... Если любое исследование, есть сайт, ссылочку вам потом дать, где лежат все результаты правильно проведенных вот этих вот исследований в мире за все время существования вот этих вот исследований. И вы можете открыть любое исследование и посмотреть. Или вы можете в строке поисков бить, допустим, конкретное название как этого препарата, и вам выбрается список исследований, которые будут посвящены этому препарату. И если ты первый начинок хочешь организовать это исследование, ты в первую очередь открываешь на этом сайте заявку. И закрыть его тоже не может быть. Вот мы хотим провести такое-то исследование. Все, назад дороги нет. Это сделано как раз-таки для того, чтобы нельзя было скрыть неудобные для фан-компании результаты. В итоге, вот, возвращаюсь, проводятся исследования, получаются данные, обрабатываются и выясняется, что, ну, вариант А, да, действительно, препарат ни в чем, и тогда уже разбираются с конкретными случаями вот этих вот осложнений. Или же выясняется, что, да, этот препарат вызывает вот такое вот осложнение в определенных конкретных случаях. Это не означает, что препарат с ним на продаже ни в коем случае. Просто во все инструкции внесут примечание, что в 0,001% случаев этот препарат может вызвать вот такое вот осложнение. И самое главное, вот я подвел как раз по этому поводу. Доказательная медицина не панацея. Могло, может быть, сложиться впечатление, что вот это наше все, это конец развития медицины, как науки, лучше ничего не будет. Ни в коем случае. Доказательная медицина, как и все остальное, это инструмент. Инструмент, которым пользуется врач грамотный, врач продвинутый, врач, который действительно желает тамбрасного пациента. И использует он этот инструмент одновременно со своим собственным клиническим мышлением, со своими знаниями, со своим опытом, со своими какими-то мыслями, какая-то есть какие-то идеи. И опираясь, естественно, при всем при этом, на конкретного пациента. Потому что я возвращаюсь с самого начала, с чего я начал. Все люди разные. несмотря на то, что мы, вот я говорил, про анализацию, про скрининг, про максимально однородное выстраивание выборки, это сделано только для того, чтобы наши конечные результаты по конкретному препарату были корректны. Но, конкретный человек, это всегда конкретный человек, все люди разные. У него могут быть какие-то определенные сопутствующие заболевания, у него могут быть какие-то, допустим, моменты, связанные с непереносительностью определенных препаратов. И если мы всех начнем лечить, опираясь на данные доказательной медицины, как на истинную последнюю станцию, вообще выкинув из головы клиническое мышление, заменив все это таблицами с ПАБМЕДА, то результат будет очень и очень нехороший. Так что, как раз таки на стыке клинического мышления, индивидуальных особенностей каждого конкретного пациента и вот этих вот результатов доказательной медицины, вот этих исследований, и рождается вот сам настоящая, настоящая медицинская помощь. Как раз таки то, к чему мы все, я имею в виду, мы все как врачи должны стремиться. Засим, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ